В Малом зале Дома художника в рамках проекта «Новые имена» открылась персональная выставка Эдуарда Донцова. О его живописных работах «Союз художников» узнал два года назад. Тогда картины автора показались незавершенными. Донцов, по словам коллег, обладает здоровым честолюбием и очень восприимчив к советам. И вот сегодня на этой выставке видно, что он учел все замечания, выслушал все наши предложения и реализовался. Реализовался уже как новый человек, новый художник и с определенным, скажу, даже почерком. Эдуард Донцов известен в первую очередь как мастер текстильного рисунка. В 1987 он был признан лучшим художником Министерства текстильной промышленности. Чуть позже удостоен премии за лучшую ткань среди текстильных предприятий СССР. Его работы выставлялись на федеральных и международных конкурсах и были оценены ведущими зарубежными компаниями. Живопись Донцову нравилась всегда. Сначала коллекционировал картины других художников, позже и сам решил прикоснуться к холсту. Живопись успокаивает и заставляет задуматься над тем, для чего ты делаешь, для кого ты делаешь. Ну и иногда думаешь, все-таки порадовайте людей чем-то своим творчеством, потому что жизнь настолько скучна. Эти две работы Эдуард Донцов считает знаковыми в своем творческом поиске. Написав разлив, он наконец прочувствовал и понял свой стиль. В этой работе я как бы нащупал ту изюминку, тот вот характер живописи в себе, с чего я как бы с этой работой у меня пошел отчет. А этот южный цикл написан в творческой командировке. Чтобы передать состояние природы в момент восходящего солнца, художник просыпался рано утром и бродил по улочкам турецкого мармариса, фотографируя лучшие, на его взгляд, места. Свою персональную выставку Донцов считает хорошим началом карьеры в новом амплуа. Говорит, что к 50-ти расцвел как художник, и не только в жанре пейзажа. Карикатура и портреты – еще одна грань творчества, пока, правда, под секретом. Зато желание вступить в союз художников абсолютно искреннее.